Жители 30-го дома по улице 70 лет октября сегодня смогли выйти на улицу из дома только в резиновых сапогах. Прошедший накануне ливень задопил весь двор, буквально до подъездов. Наша съемочная группа работала на месте. Этим утром жильцам пришлось нелегко. Вода полностью блокировала подъезды, поэтому некоторые даже не решились выходить на улицу. Остальным же пришлось надевать резиновые сапоги. Не могла выйти сегодня. Попробовала, там кто-то чего-то наставил, а все, не могла, обратно зашла. Там не надо было МФЦ. Пока никак, ждем, что-то сделали. Надо выйти и не можем. О затопленном дворе коммунальщики узнали еще ночью. Возмущенные жильцы просили помощи в различных службах. Поэтому откачивать воду здесь начали незамедлительно. На 70 лет октября 30, с 3 часов ночи производится откачка. Утром поставлена помпа и также производим откачку. Я думаю, что мы, конечно, эту воду откачаем в ближайшее время. Уже второй день у нас возле дома стоит водооткачивающая машина. Шумят. После полудня, около 3 часов дня, с подтоплением двора удалось справиться. Теперь совместными усилиями коммунальщикам предстоит устранить последствия большого потопа. Сейчас подключилась у нас управляющая компания для того, чтобы откачать воду с подвалов дома. И плюс еще дополнительно сейчас управляющая компания проверяет работу канализационной системы дома, чтобы возможных сбоев не было. Похожие проблемы при непрекращающемся ливне испытали и жильцы других районов города. Например, возле дома 37 на улице Пионерской люди наблюдали за тем, как вода затопляет прилегающую территорию. После обращения в диспетчерские службы на помощь к ним поспешили коммунальщики. Но очевидно, что предпринимаемых экстренных мер недостаточно. В конкретном нашем дворе постоянно, то есть, как выпадают осадки, либо талый снег, то есть нас топит здесь регулярно. Обращались, говорят, что примут меры, но сами видите. Позапрошлый год приезжали, смотрели, подняли вот плиты здесь вот. Буквально прошлый год так и вот лужа стоит. В течение всего вчерашнего дня, ночи, мы производили откачки дождевых вод, мы производили отсыпку обочины улиц, потому что везде пошли у нас промывы. Мы производили очистку ливневых канализаций, потому что такое количество воды несет достаточно много мусора. И чтобы не было подпора, люди ходили, очищали все ливневые канализации, ливневые колодцы. Все заявки незамедлительно передаем в городское хозяйство, в службы, которые занимаются откачкой водой, или даем справочную информацию по номерам телефона и куда люди могут позвонить самостоятельно. Ответственные службы готовы работать круглосуточно. Силы техники хватает, но прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный и дождя без луж не бывает. Поэтому жителям стоит запастись терпением и номерами телефонов коммунальных служб. Татьяна Козырь, Ольга Черная, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.